Здравствуйте, рады мои! А кто на меня рад? Тоже здравствуйте! Вот в каждом своем видео, буквально в каждом, ну, давайте почти, даже вот свиноводство для очень-очень ленивых, у меня есть такой канал, ну, как сказать, плейлист, и то я там объясняю, что думайте своей головой. Не верьте вот этой всей, как бы сказать, мнением большинства. Думайте своим мозгом, если он у вас есть. Так вот это вот видео сейчас, я сейчас во много раз уже доказывал, объяснял, что наука и религия – это, рады мои, одно целое. 100% все это пошло с пустыни, все это пошло с мертвых языков, все это пошло от одного и того же источника. Кто называет это инопланетянами, кто называет это космическим мозгом, кто называет это Богом, кто называет хоть что вы там называете – все оттуда. Вот эта, рады мои, статья, не сектантская, не религиозная, рады мои, эта статья, я нашел вот ее в интернете, на просторах интернета, она объясняет, что Библия – это глубоко научная, и здесь же вы прочитать и поймете, что все ученые, все ученые – это глубоко верующие люди, а вот ихние, как бы сказать, ученики, рады мои, разделяй и властвуй, они, как бы сказать-то, да, так и скажу, агнцы, бараны, пастухи их пасут, разделяют, разделяют и властвуют над ними. Давайте читать. Твердь небесная. Я создал землю и сотворил на ней человека. Я, мои руки распростерли небеса, и всему воинству их дал закон я. Исайя, глава 45, стих 12. Читаем. Очень часто противники Библии и христианства называют библейские представления об устройстве Земли и Вселенной наивными, не соответствующие законам физики, а то и вовсе абсурдными. Понимаете, он типа не соответствует законам физики. Высмеивание начинается уже с первой главы бытия, где говорится о тверде небесной. Запомните слово, с первой главы бытия. Критики утверждают, ну кто такие критики, кто оскорбляют, что авторы Библии полагали Землю плоским диском. Запомните фразу диск. Плавающим в бесконечном океане, окруженных твердым куполом, на котором закреплены Солнце, Луна и звезды. На самом деле, авторство этой модели, вот теперь смотрите, вот что нам впихивает. Авторство этой модели Вселенной принадлежит Фалису, 6 век до нашей эры. Рады мои, вот смотрите, вам не кажется странным, что ученые, которые вот космос, Вселенная, Большой Взрыв, все остальное, все равно говорят до нашей эры. Наша эра, до нашей эры. Понимаете, а что такое наша эра? Это, родные мои, Иисус Христос воскрес. Это религия. И ни один ученый никогда не сказал, да при чем здесь наша эра? При чем здесь религия? Они всегда говорят, до нашей эры, до нашей эры, все, ладно. Это такой намек. Ну, они даже об этом, как бы сказать, вы думаете, что это пустяки, а на самом деле родные мои, они это утверждаются. Ученые знают, что Иисус Христос воскрес 2021 год назад. А, вернее, это Рождество Иисуса Христа, извините, ну, почти 2000 лет назад, чуть поменьше. Так, принадлежит Фалесу, представителю первой, читайте, в истории человечества научной школы. Не смешно? Так он научную школу уже организовал? Фалес. А, называемую по месту жизни Милецкой. Блин, ну, это, получается, наука-то была, вот смотрите, авторской глупой модели плоской земли принадлежит Фалесу. Ну, глупый мужик, рады мои. Глупый, глупый. Ну, тут же и научная, ну, давай так, я так понял, что наука была глупая раньше, до нашей эры, до нашей эры. Иисус Христа, в воскресе, соображать начали. Ну, ладно, ну, а раньше была глупая. Дальше читаем. По символической картине Фалеса, символической, понимаешь, ну, символы там все, ладно. Сама земля держится на воде и окружалась со всех сторон океаном. Она пребывает на воде, как диск. Ну, диск, опять же диск, рады мои, запомнились, да, плавающий на поверхности водоема. Фалесу принадлежит попытка разобраться, ну, пытался, ну, ну, мы же поняли, что он глупой, глупый, глупый, глупый. Ну, глупый человек. И школа была глупая, научная. Ну, ладно. Пытался, попытка разобраться в строении, окружающей землю вселенной, определить, в каком порядке расположены по отношению к земле небес, светила, луна, солнце, звезды. Фалесполагал. Понимаете, ну, мнение его такое, что ближе всего к земле находится небо неподвижных звезд, а дальше всего солнце. Правильно? И ссылка. Википедия. Кто-то мне там говорит, что, чего ты на Википедию не ссылаешься? Да это все ссылаются, и искусственный интеллект на Википедию, рады мои. Все. Обсирают, а сами ссылаются. Дальше. А дальше читаем. Кстати, Фалеса называют отцом геометрии. Че? Так получается, вот этот глупый мужик до нашей эры, отец геометрии, ну, когда его теорема пропорциональности отрезков высекаемых параллельным прямыми по другим прямых до сих пор преподают в школах. Вы че, глупого мужика преподаете в школах, его мысли глупые? А, нет, давай так. Наверное, вот он в чем-то соображал, в этих вот, вот в чем-то соображал, а в чем-то ошибался. Вот так вот, знаете, тут помню, тут не помню. Ну, давай так. Ну, все нормально, разобрались. С ее, собственно, начинается школьный кулак геометрии. Ну, все нормально, разобрались, все. А теперь читаем дальше. К современной модели вселенной ученые шли очень долго. Главными вехами на этом пути стали изыскания. Кого же стали изыскания? Читаем. Католического епископа Николая Коперника? Кого? Он что, католический епископ, что ли, был? Епископ? Поп! А я думал, он ученый. Ну, куда еще? Ну, это один такой был, остальные там все ученые, же, да. Выпускника неаполитанской монастырской школы, монаха, священника, доминиканского ордена Джордана Бруно. Тоже монах, священник, поп? Ну, что-то, ну, двое, наверное. Выпускника школы, при монастыре, последователя христиан, последовательного христианина, Галилея, Галилея. А дальше, кстати, не менее убежденный христиан Йоганн Кеплер, Гершельблин, Ньютон и у всех ряд работ и астрономических открытий и других уважаемых ученых. Так, получается, вот эти вот уважаемые ученые-то, это просто рады мои жрецы. Понимаете, рады мои? Ну, скажут, ну, раньше других школ не было, рады мои. Ну, школ-то не было, ну, это же кто? Читайте. Не менее убежденных христиан. А кто такие рады мои убежденные? А читаем. Твердо уверенные в чем-либо убежденные в своей правоте. Так, они были уверены и убеждены, христиане. Вот эта вот штука-то до нашей эры, вот, что Иисус Христос воскрес, так это религия рады мои получается. Ну, понятно, что религия, ну, все, разобрались. А теперь читаем анекдот. в Библии о форме земли сказано следующее дословно. Дословно читайте. Понимаешь, что дословно? Вот здесь мне нравится, а то, знаешь, как бывает, понимаете, имеется в виду и врут. Безбожники, блин, вот, написано, извините за палец единственный, они говорят, ну, имеется в виду, что это цветок, блин, или возлюби ближнего. Написано возлюби ближнего, значит, люби ближнего, а дальнего, блин, на твое усмотрение. Ну, ладно, дальше. А тут, значит, уже наконец-то дословно, раз дословно читаем. Он распростер север над пустотою. Что значит? фиг знает. И повесил землю ни на чем. Вот она форма земли-то. Земля ни на чем. Вот, мы же объясняли, что земля держится на воде, окружена на поверхности водоема. Ну, Фалис-то ладно, он не соображал, мы уже разобрались, только в геометре соображал. Значит, ни на чем, ни на воде, ни на трех слонах, ни на черепахе, рады мои. Она ни на чем. Это нам ученые впихют. Уважаемые, убежденные, христиане. Дальше. он есть тот, который восседает над кругом земли. Че? Веселясь по земному кругу его. Че? Глаз грома твоего в круге небесном. Рады мои, вот это вот, если бы вот эти, кто писал мне статью, и если бы они, рады мои, начинали школы с геометрией, в школе приходили, начальник школы с геометрией, они бы знали, что круг это не шар. Тут не написано, восседает над шаром земли, восседает по земному шару его, глаз грома того, в шаре небесном. А что здесь написано? А здесь написано, рады мои, диск заменим. Шар сюда не влазит, никак не влазит. Круг это плоская фигура. А теперь, давайте представим, что, давайте, допустим, смысл здесь плоская фигура круг. Можно заменить так? Восседает над диском земли. Да можно. По земному диску его, глаз грома того, в круге диска небесном. Ну, шар-то то не лезет никак. А это дословно, рады мои. И это доказательство, что земля шар. Анекдот, блин, и это наука. Да, читаем, смешно будет. Утверждать, что в Библии говорится о плоской земле и о фонерном небе может только невежда. Уже оскорбляют, блин, людей, которые пытаются думать. Понимаете, рады мои? Которые с ним, с ней просто не знакомы. С чем? Да? Где он? А, с Библией. С Библией не знаком. Так, рады мои, я же вам и говорю, давно говорил, Библию никто не читает. Тут мне один, тут один молодой чему дам мне написал, что думаешь, где-то я Библию не читал. Рады мои, Библия в переводе на русский язык означает книга. В переводе с мертвых языков, с языков бессмертных нежитий означает книга. Так вот, книга, доказательство, библиотека, только когда-то у нас машины ездят от библиотеки, какая-то Библия какая-то назвала, склоняли, как-то они Библию склоняли и Библию какая-то, не помню название точно. Документы тормозят постоянно гаишники, думают, это сектанты ездят. Вот документы покажут, что это библиотека. Так вот, есть такая читалка ты Библию, там написано, есть фраза у нас такая в русском языке, смотрит в книгу, переводите на еврейский язык, смотрит в Библию и видит фигу, смотрит в книгу и видит фигу. Так вот, великие ученые, мы уже прочитали, кто такие ученые, мыслители всех времен, прочитали, это рады мои убежденные христиане, считали иначе, а теперь читайте, если мы сравним, ну, тут, вот тут, это, паузу делайте, читайте, рады мои, читайте, а вот я тут прочитаю две тут строчки, короче так, французский физик Биа сказал, или Моисей имел столь такую же глубокую научную опытность, которая обладает наш век, или он был вдохновен свыше, короче, он тут имеет ввиду этот Биа, ну, не может же Моисей быть таким же умным, как вот этот Биа, значит, ему объяснил свыше, кто? Бог, мы верующие, дальше читаем, вот, замечательны также и другие естественно научные положения, которые были известны в Библии задолго до того, как они были открыты наукой, рады мои, святой Лукал, лауреат Сталинской премии по медицине, ля-ля-ля, и он вот такую же фигню вот эту мысль сказал, что в Библии все положения естественно научно были известны, а наука еще топталась на месте, а теперь, короче, в Библии это оказывается нафига что, вот допустим, диск, ну, они тут считают, что здесь написано шар, давайте дальше поржем над этой вот, так, а теперь вот это читаем, в первой главе Бытия часто упоминают слово Ракия, это швительное означает небо, небосвод, небосвод, свод, но это не шар, рады мои, седьмое небо, рады мои, растягивать, простирать, растилать, обкладывать, покрывать, например, тонким металлическими листами, ну, что-то плоскость какая-то, так, рака, фон, а теперь, смотрите, фон, то, что лежит в основе, и через запятую взяли и выдумали слово пространство, вот собачили, вот при вас тут собачили пространство, фон, фон, что лежит в основе, а не пространство, и дальше пихают небеса неба, и дальше теперь, смотри, что делать, пытаясь придать семантику еврейских слов, а, давайте еще вот это поржем, пытаясь передать семантику еврейских слов, переводчики вынуждены проявлять неузаврядные творческие способности, понимаете, они читают на иврите Библию на мертвом языке, рады мои, на языке первоисточника, и вынуждены проявлять творческие способности незаврядные, а что такое творческие незаврядные способности, прочитаем, а вот она, творческие способности, читайте внимательно, способности человека принимать творческие решения, понимать, принимать и создавать принципиально новые идеи, понимаете, рады мои, новые идеи, сказано так, а у них идея новая, совсем противоположная, принципиально противоположная, новая, в повседневной жизни творческие способности проявляются как смекалка, читайте, способность достигать цели, а цель какая, вот в этом статье, что мы читаем, цель доказать, что Библия это и есть знание, способность достигать цели, находить выход искажущая безвыходная ситуация, конечно, безвыходная ситуация, ситуация-то у них безвыходная, используя обстановку, предметы и обстоятельства необычным образом, понятно, рады мои, рады мои, они, вот они такие, незаврядные творческие способности, они, рады мои, выдумывают, из кожи лезут вон, чтобы что-то нам, блин, обмануть, они вынуждены делать, у них, а у них задание такое, а ну-ка найдите там что-нибудь научное, они, они лезут, а то читайте, что, в начале сотворения всесильным неба и земли и сказал всесильный, да будет просто, видите, они теперь вот это пространство, вот это, вот это вот, где тут они, пространство, вот это пространство, выдумали слово, означает фон, означает основа, а не пространство, и везде запихали пространство, 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 ну хорошо, пусть будут, давайте так, совести просто нету, они же это, как же сказать, творческие, творчество у них поперло, А теперь Брейшлид. Тора. С русским переводом. На это ссылается. Ну, дальше читаем-то. Что в этом Торе сказано? Да будет свод посреди воды. Свод. И здесь свод. Свод. Ну, роды мои, это же тот же диск. Понимаете, роды мои? Так вот, роды мои. Короче, роды мои. Что-то долго уже. 20, что-то получается, что-то дофига минут. Давайте, роды, сразу перейдем. Вот к этому Брейшлифт. Вот этот. Где вот Тора. С русским переводом. Все остальное. Переходим туда. На что ссылается этот сайт? На еврейский перевод. Недельная глава, роды мои. Ветхий Завет. Первая глава. Неделя. Материал в зеркопедии. Ля-ля-ля. Брейшлиф. В начале и все остальное. Ла-ла-ла-ла. А теперь читаем. Краткое содержание главы. И это, роды мои. Они говорят, что это наука. В первый день он создает свет и тьму. Бог. Во второй день он создает небесный свод. Отделяющий верхние воды от нижних вод. В кавычках нарисовали. Это для нас, кавычках, роды мои. На третий день суша поднимается. Вот, роды мои. Это все правда. Вот это вот читаю вам, роды. Это стопроцентная правда. Я потом вам расскажу. Я, в общем, дал я намек на эту тему. Дал я намек. Видео называется «Аватар. Часть вторая». Найдите у меня. Выноси мозга в ларисте. «Аватар. Часть вторая». Так вот. Там я дал намек. На третий день суша поднимается над водами. Земля по велению свыше. Происходит травяную зель и деревья. На четвертый день творец устанавливает расположение Солнца, Луны и звезд. И наделяется функциями служить ориентирами для счета времени и светилом. Пятый день он творят птицы, рыб. И на шестой день человека и животных. На седьмой день отдыхает. Так вот, роды мои. В самом начале этой статьи там сказано, что люди, критики, сразу, мол, внимание на первую главу, ля-ля-ля, ржут. И начинают там цитаты. Оттуда, оттуда. И показывают нам на диск. На круг. На круг, не на шар. И говорят, это все с наукой связано. Вот, смотрите, наука нам что впихивает? Большой взрыв. Вещество разлетается. Появляются звезды. Потом планеты. Потом жизнь на планетах. А в религии что сказано? Сначала появился свет в первый день. Давайте, чтобы не ошибиться. На второй день свод твердь. На третий день земля с утречка, с растениями, с морями, океанами. Земля. Понимаете? Свет. Твердь небесная. Твердь небесная. Земля-матушка с растениями. И только потом звезды, солнце и луна. И у этих ученых. Понимаете? Они это не видят. Вы думаете, они, вот эти вот христиане, верующие. Думаете, они не понимают, что говорят? Да понимают, роды мои. Думаете, они будут гореть в аду? Да нет, роды мои, не будут гореть в аду. Ихняя цель, роды мои, у пастухов, баранов разделять в разные стада. Когда мы все прекрасно знаем по природе, если животные соединяются, объединяются и по какой-то причине размножаются много животные, они ведут себя, как бы сказать, неадекватно. Да вот, чтобы они вели себя так, как им внушают пастухи, их надо разделять всегда. И тогда ты будешь их пасти и властвовать. Понимаете? Понимаете, абсурдность Библии. Солнце-то пришло в конце, после земли. А потом появился человек и животное. Но растения появились до солнца, до звезд. И это сказано свыше. Поэтому, роды мои, какая земля формы? В Библии написано, роды мои, диск. Все, лайки, дизлайки, комментарии. Можете не подписываться. Проходимся мне не нужны. Зара, а в следующий раз что-то еще такое весело расскажу. До свидания, роды мои.